Друзья, давайте смотреть, как работает Рима. Кстати, Рим, ну приятно. Но пока, я сейчас поймете, все равно, вот все, все идеально, да, все идеально вижу. Но сейчас, значит, покажу, что делать дальше. Вижу, что есть стол, прописать будете. Кстати, ребят, это абсолютно та Рима, которая недавно пришла и писала. Спасибо за просто тону полезной информации. Сейчас как раз смотрю видео про функцию аргументы. Зашла в свой конспект, открыла, что же там написано. Функция, фрагмент кода, к которому можно обратиться в любое место. Это ужас. Значит, Рим, сейчас вот еще к вам цепляем второго парня. Ребят, ну, писать будете. И Мишу, да, Миш, ну, ты сам, сам полез в это. Сам полез. Видно, профессионалом хочешь быть. Ну что ж, давай. Вот это, как бальзам на душу. Ну, это ты вычитал. Это все класс. Вижу, молодец, молодец. А вот это, ну, Мишка, ну, зря ты сделал. Ну, зря. Но это значит, у тебя заявка очень серьезная. Значит, вот эту вещь, вот эту вещь, вот берем сейчас и добавляем проект. И сейчас, ребята, вы будете работать уже более серьезно. Я сейчас, вы поймете почему. Итак, добавляем определение функций. Видите, чем хорош проект. Я так и подумал. То, что вы будете делать, где буксуем и что надо. Определение функций. Отлично. И вот сюда. Я вам помогу немножко. Так, сначала сюда. Преобразуем. Вот, у вас сейчас будет работа двигаться намного быстрее. Сейчас я все объясню. Просто при вас добавляю. Так будет всегда. Я сказал, вот это все будет живое. Здесь будет весь язык, но он будет по полочкам. Определение функций. И даем сюда смотреть доки. Никаких редакторов мне не пользоваться. Все ручками писать. Понадобится маркдаун везде. А потом будете что? Думать, что делать. Так. Отлично. Значит, ребят, давайте скажу, что сейчас не так. Открываем Риму. Вот все прекрасно. Только я не вижу ответа на некоторые вопросы. Рима, вы сами, я уверен, это чувствуете. Сейчас, кстати, в школе началась работа со SpaceMax. Бесплатные уроки на ютюбе. Так вот. Чем удобно? Когда я прорабатывал, сразу добавил. Ой. Сейчас, секундочку. Итак. Миша и Рима. Кате потом отдельное задание будет. Я вижу пробуксовку капитальную. То есть, то, что Рима написала целый день, она была в группе. Это я увидел точно. Сейчас я объясню, почему я это увидел. Итак. Прикрепляю домашнее задание. Еще более уверенно в том, что делаю вчерашний день. Что делаю вчерашний день. Инвестировал, а не потратил. На чтение ответов ребят из группы. Спасибо Дмитрию за видео про указатели C++. Слава Богу. Отлично, ребят. Отлично. Указатели. C++ скоро здесь пойдет. Но сейчас пока отлично. Значит, здесь я вам помогу. А вы будете сейчас расставлять все по местам. Тоже отправляем сюда. Тоже. Значит, теперь такой момент. Обсуждение вверху. Видите пункт? Здесь можно будет работать с каждым пунктом. Здесь ведете беседу. И плюс обсуждение. Дискуссия. Да? Погнали в дискуссии. Сейчас ставим вопросы. Дискуссия. Поймете, да? Разберете, что спросите. Что не так и у первого, и у второго? И почему вот так? Мне очень понравилось, как работают вот эти ребята. Катя, Рима, Миша. Ну, Дима своей торнадо я даже не говорю. Артур, вам тоже туда, к ним, да? Итак. Осилил это видео. И тут, мне кажется, оно помогает понять, что память и код написанный также связаны. Божечки ты мой! Это же так классно! А вот Дима недавно, который прекрасно уже начал писать, ну, сказал такую вещь. Поняв ее через 4 года, что, а если типы дать сразу? Давайте попробуем ускорить ваш процесс следующим образом. Итак. Нет, сначала я дочитаю. Сначала я дочитаю. Кажется, понять. Вот тут, вот тут надо записать вопросы, на которые надо ответить. Давайте по порядку. Память и код написаны на Python, взаимосвязаны. Значит, я бы вам, Рим, сейчас... Я не любитель вообще книг, но... Единственная стоящая книга, которую я видел за последнее время вообще... По-моему, просто мне понравилась тут. Вы ее точно найдете. Это книга создателей языка C++. Значит... Ранее, читать ее все не надо, нет смысла. Принципы, да? Вот чем отличается от других книг, он описывает принципы. Создатели языка. Стролстук. Вот тут, пожалуйста, вам надо найти следующий пункт. Сейчас, на данный момент, учитесь пользоваться, просто чтобы вам помочь. Вот к этой фразе, которую вы сделали. Внимательные. Смотрите. Книгу всю читать не надо. Сейчас вас что интересует? Нам надо добраться к объекту все-таки, да? Потому что на данный момент я вижу, вы делаете издание, но пока не пишете. Давайте сделать. Так. Память, адреса и указатели. Это так устроено Python все полностью, да? Просто прочтите, да? Потом обязательно почитайте в C++. Следующий момент. Доступ к элементам. Здесь написано, да? Для того, чтобы вектор был применим, это не важно слово вектор. Представляете, что это пусть будет хоть слон. Нужно уметь читать и записывать. У меня к вам вопрос. Куда записывать? Понятно, что если думать, да, чем-то, то будет хорошо. Дальше. Следующий момент. Как то, я бы хотел, чтобы вы почитали. This. Да? Прочитайте. Он понадобится в JavaScript, понадобится в Python. Потому что все-таки это то, что указывает на конкретный объект. Где сейчас объект? Сейчас поймете, зачем я этому говорю. Это Диме, Миша, это всем. Следующий момент. Самый важный. Подписываем главу, память, адреса, указатели. Рим, я ведь не зря это даю. Я это даю, потому что у вас дальше написано. Ссылаясь на объекты и классы, блядь, сейчас запущу чем-нибудь. Подождите. Вот путаница порылась. Домашнее задание выполнено. Прекрасно, потому что посмотрели, как делают ребята. Стиль правильный. Изучение через исключение. Отлично. А в мыслях пустота. Рим, Миша, Артур. Я не хочу, чтобы вы оставались на том, среди тех изучающих миллионов, которые говорят, поэтому все объект. И забыли. И забыли. Вот, смотрите. Открываем DevHackers. И это не я. Это Дима виноватся в этом надо. Он говорит, давайте, чтобы если типы и объекты дать пораньше. Да не вопрос. Дадим. Понять-то надо их сначала. Так вот, смотри. Ребята, сейчас вам надо будет свои мысли как-то упорядочить. Я вам помог. Сначала вы отвечаете для себя на вопрос, обсуждаете, что же такое работа программиста. Ну, это то, что мы обсуждаем в школе. Документация, исходный код. Хорошо. Почему параметры функций мы изучаем? Ну, вот, отвечаете, обсуждаете здесь. С Мишей и с Артуром. Зачем вы их изучаете? Понимаете? И вопрос, к чему их прилепить теперь? Рим, прямо сейчас, прямо сейчас останавливаете видео и заходите. И слушайте мой вопрос. То есть, смотрите, у вас куски в голове сейчас. Давайте их соединять. Желание я вижу огромное. Пока колл с минусом все равно. Одному и второму. Прямо сейчас остановили и читаете. Давайте ап. Берем функцию, которая известна, по которой есть видео. Вот на YouTube. Видео есть. Крутой Python, по-моему, называется. Крутой Python. Да, посмотрите. Мы обсуждали, писали программу. Это не так важно. Теперь, если вы смотрели группу, то вы видели, как описывал Миш, то есть Дима, своей Торнадо. Сначала, какая ваша задача? Достичь чтения кода на высшем уровне. Но если мы будем вот так двигаться, Рим, вы мне напишите в личку. Если для вас тяжелы мои слова, то есть я говорю вот как есть, да, то я просто, ну, будем говорить так, будете работать туда самостоятельно. А если нет, то вот такой хрени, ссылаясь на объекты и классы, не должно быть. У вас в голове сейчас перепуталось все. Почему? Потому что, смотрите, вы сейчас поставили, что себе, машину понимаете чуть, на последний ручник затянули, себе вообще дорогу закрыли, раз, почему, сейчас объясню. Второе, надели тряпку на глаза и долбите, вот правильно долбите, да, вопрос, зачем? Отвечаем на четыре вопроса. Вот эти все пункты, вот эти все пункты расставлены правильно. Я вам помог вначале. И добраться мы должны докуда? А, нет, не до аргумента. Это мы пока, пусть там будет. Добраться мы должны до чего? До атрибута. Именно с атрибута начинается изучение классов. Только отвечать уже я вам не буду подсказывать, почему. Смотрите, если сейчас, вот здесь параметры функций, вы их изучаете, но надо посмотреть на них, вот сейчас определить, а как они мне помогут разобраться в атрибутах. А здесь я ставлю совершенно тупой вопрос. Я его часто говорил в видео, но сейчас не скажу. Говорить одно, указать другое. Здесь я сейчас пишу. И Дима, есть записи его, он говорит, да, это офигеть, это какое-нибудь преткновение. Почему мы начинаем классы изучать с атрибутом? Можете сейчас, даже вы классов не знаете. И где посмотреть документации? А ведь я вам не зря дал почитать. Это не Python. Но я вам объясняю, внутри он устроен абсолютно так же само. Я не зря дал ссылки на указатели. Здесь вы правильно. Правильно. Потому что надо четко представлять, что такое указатель. А то получается, сельф у нас выпал. Это просто слово. Ёстерра. Ну, вы до этого еще не дошли, но я бы не хотел, чтобы доходили. Документации. Назвать два условия. Их два. И они четко прописаны. Даже скажу, где. В учебнике. Этот учебник по Python составлял когда-то. Еще там было, сейчас убрали. Они делают вместе, я так понимаю. А раньше здесь был Гвидов Амрасов. Это его учебник. И здесь написано, настолько все круто и толко. Туториал. Вот здесь написано, почему надо с атрибутов. Ищите и думайте. Начать назвать два условия, которые поставят. Если вы их назовете сейчас, то этот ответ очень хорошо свяжется с тем, что вы сейчас изучаете. Иными словами, смотрим. То есть, вы меня понимаете, Миша, Рим, Артур, всех, кто в проекте. Давайте в голове связывать. Связывать что? Вы начали изучать параметры и функции. Отвечаем на вопрос на один всегда. Зачем это изучать? А вопрос. А что в этом изучать? Ну, хорошо. Что в этом изучать? Правильно. Пошли параметры. Рим. Смотри. Открываю. Открываю. Читай. Читаешь код? Не читаешь? Значит, надо научиться читать. Научимся. Я задаю вопрос. Вы потом прорабатываете это видео с бумажкой, листиком. Выписываете все вещи, фрагменты. Это вам поможет. Что это за объект? Вот я у вас спрашиваю, что это за объект? Четко должно быть ответ. Я видел ваше задание до этого. Да, описали, но растянули. Не надо ничего растягивать. Что это за объект? Что это за объект? Что это за объект? А почему я так спрашиваю? Смотрите. Рим. Вот это сейчас будет важная вещь. И потом С++ дам вам подсказку. Рим. Почему Дима пишет? Отвечаю на вопрос. Вот почему. Отвечаем. Свайтор надо. Почему он начал писать? Сначала покажу для ребят, которые новые. Вот Дима пришел. Вот он приходит. Реальный человек совершенно. Вот видео. Первый Дима пришел. Через три года узнал про функции. Через пять месяцев начал. Это тем летом было. Сейчас 23-е, этим летом. Подождите дальше. Дима, тебе скучно не будет. Сейчас у тебя работы будет очень много. С++ на этом проекте. Потом тормознул. Опять с этими атрибутами. Пока не понял. Потом в группе он писал. Понятно теперь, зачем утрим атрибуты. И четвертое видео. Когда начал писать. Вот оно. Ну вы посмотрите. Вот так как я нажмете. Вот оно. Почему он начал писать? Я отвечу. И сейчас услышит это тысяча людей. Потому что начал рассуждать типом. Да где же этот долбанный тип находится? Вся проблема курсов. Всех вот. Которых и вы пришли. И другие ребята приходят. И вот Сергей Филиппин приходил. Что они что делают? Они все дают типы. И пишут мне часто ребята. Мы полгода изучали типы. А ученики думают. Как? Влетающую тарелку представить могу. Тип не могу. Хотя. Вы это в жизни знаете. Ведь смотрите. Собираетесь в магазин. Стоп. Сетку взяли. Список взяли. То есть все нормально. Список. Тип. Сетка. Тип. Продукты. Тип. Все. Вы все соображаете. Только никак не обзываете в мозгах. Сейчас программирование у вас в одном месте. А Рима в другом месте. Который идет в магазин. Так вот надо Рима. Который идет в магазин. Чтоб там и было программирование. Соедините это в голове. Теперь объясняю еще раз. Я возвращаюсь. Может быть немножко сумбурно. Но. Это точно будет работать. Итак. Вот таких фраз. Ссылаясь на объекты и классы. Рим. Тогда я вам задаю вопрос. А что такое классы? А что такое объект? Во. Где собака порылась. Потому что. Большинство людей забывает. Что такое объект. И вообще. Дальше читаем. Потом уже использовать его как ссылку. Точнее как объект. Ага. Еще больше. Точнее как объект. Можно присвоить его переменной. Рим. Идем сюда. Ну. Я думаю. Дима своей торнадо вам что-то подскажет. И. Думаем. Вот тут есть объект. И скажите мне. Два вопроса здесь пишем. Все-таки. Что такое объект. Раз. Из чего состоит объект? Два. Большинство людей как изучает программирование? Питон все объект. Ну да. И забыли. Потом начинают напрягаться. Изучают некие типы там. А потом спрашиваешь. А почему. Спрашивает у себя человек. Почему у меня не получается писать? Так ты сам похерил все. Ты сказал. Питон все объект. И забыл. Так наверное. Что такое объект? Это наверное важно в программировании. Перевожу на человеческий язык. Рима идет в магазин. Я беру объект сумку. Я беру объект список. Где указано купить колбасу, масло, хлеб и так далее. Я выбираю объект маршрут. Все это соединяю в функцию. И топаю в магазин. Стоп. Вы это не делали. Делаете каждый день. Только у вас объект что-то такое непонятное. А почему вы не берете бочку? А. Потому что это не тот объект для магазина. Почему вы не берете кирпич? Потому что вы четко понимаете. В кирпич нельзя сложить продукты. А вы попробуйте. Только что вот вы написали именно это. Если я возьму кирпич или класс в магазин. Да мне похрен что я возьму. Вот что здесь написано. А потом уже буду использовать как ссылку. Ну правильно. В следующий раз я уже точно буду знать, что надо взять не кирпич, а сумку. Потому что это уже понятно. Красную, зеленую и синюю. В зависимости от количества продуктов. Или вообще рюкзак. Рим. Поехали дальше. Короче. Как простое присвоение приема. Мы присваиваем что-то потом с ней. Получили результат. Возможно перезаписали. Использую как объект. Получается, что перезапис... Бля. Ну молодец. Вот тут молодец. Так ясь твое раз. Ну вот уже. Ну вот тыкаю носом. Открываешь Си плюс плюс. И рассказываешь мне, где этот долбанный объект живет. Из чего он состоит. Именно поэтому люди начинают писать. Ведь все банально просто. Не надо делать как делают на крутых курсах. Не надо так делать. Читаем отзывы. И читаем Сережу Филькина. Главное быть в школе. Мы 4 месяца учился. Мы долго изучали типы данных. А потом пошли писать. Что там. Ну прочитаете. Ютуб, ВКонтакте, Трекер. А там вот с той стороны дебилы. Понимаете. Вот они привыкли почему. Рассказали. Во-первых, скорее всего там профессионалы есть. Я не называю курсы. Профессионалы они пишут там. А кто ж пойдет такой большой организации преподавать. Нашли с улицы человека. Дали конспект. И тот отторбанил типы. При этом навряд ли он что-то понимал. В результате Сережа что? Ничего строчки написать не может. Но зато написали. Там все подряд, да? Вот смотрите. Ведь они все объяснили. Ну что такое объект, где он живет, не объяснили. А надо было это объяснить. Сережа сам разобрался в этих долбанных типах. Ведь он тоже пойдет в магазин с сумкой. И все нормально будет. Рим. Михаил. Пойдем сейчас. Вот тут. Тут есть. Еще один интересный момент. Сейчас скажу, где что почитать. Уже помогаю, как есть. Ну потому что девчата мне важно. У вас пока двое занимается активно. Мне хочется, чтобы больше было. Что Иван тут не показал. Здесь вообще написано. Есть фрагмент. Где он описывает. Так из чего же состоит эта долбанная память. Ну порой эти. Надо полистать. Потому что ну не все же давать. У вас сейчас должно крутиться все. Если начнет крутиться сейчас вокруг объекта. Что он включает в себя. Где он живет, этот объект. Вот здесь это должно быть все отражено. Из чего состоит. И вот эти вопросы. Давайте мы их сейчас скопируем. И вставим сюда. Зачем изучать? Что изучать? Для чего? Как это повлияет? И обновляем. И обновляем. Итак. Миша. Значится. Катя. Артур. Что вы сейчас делаете? У каждого есть свои какие-то тормоза. Итак. Смотрите. Рим. Сейчас вы. Работаете с параметры функции. Именно с этого мы начинаем в школе. Да? Теперь вы себе ответьте на вопрос. Вот отсюда с функцией. Вот вы их делаете. Сначала вам надо записывать и последовательность. Вот я вам дал. Миша ответил на вопрос. Да. Вот только что. Что общего между функцией, методами, классами, экземплярами? Вот это нам поможет понять, что общего. Да? И надо смотреть через призму объекта на атрибуты. То есть. Вот отсюда мы можем взглянуть, как это повлияет на атрибуты. Ответить на этих вопрос. То есть. Мы сегодня изучаем параметры. Зачем? Вопрос второй. А что в них изучать? Да. Здесь верно. Но теперь открываем вам одну вещь. Наш любимый код. И мы, если его не читаем. Значит, смотрим, что? Нам надо разобраться, а почему не читаем? Но, тем не менее, попробуйте описать файл. Вот это вы уже будете читать. Это уже начало. То есть я бы хотел это увидеть. Но это присылайте не сюда, не в группу. В группу вы можете дублировать. Вот сюда. Параметры. Вот здесь есть система работы с кодом. Как кто работает, сюда вписываем. Каждый построит по себе. Но, допустим, если мы пишем здесь что? Система работы с кодом. Пункт первый, который вы сделали. Нет секрета. Первый комментарий. Изучать язык программирования через исключение. Прикрепляю ссылку на ваше задание в группе. Сделано потрясающе. Как пример для ребят школы. Пример. Римы. Вот пункт первый. Остальное будете выводить сами. Значит, я это сказал. А вот вам надо описать сейчас. Почему? Что до вас дошло? Почему через исключение это сработает? Это все описывают. Но я вот скажу и новым ребятам, что остальное все даже не имеет значения. То, что вы почитали, имеет значение то, что вы понимаете, как это правильно. Почему? Потому что, когда вы работаете через исключение, во-первых, при программировании, тогда вы будете с ними ориентироваться. Во-вторых, у вас начинает вырабатываться определенное поведение, что вы четко понимаете исключение сразу и знаете, как писать. Но чтобы это понимать, надо через них работать. Дойдет это полностью вот тогда, когда я Диму показывал. На том этапе оно становится на места. Если вы идете через исключение, и это перекликается со всеми остальными языками. Потому что по-разному написаны исключения одинаковые. Давайте дальше смотреть. То есть, параметры, да? Почему? Что общего и как это повлияет? То есть, мы сейчас можем понять, что нам изучать, чтобы у нас с классами проблем не было. Это очень сильно отличается от тех курсов, где я показывал, где пришел Силькан Сергей. Им рассказывали про типы. А он думает, хрен его знает, что это за типы. Написать все равно ничего не умею. А вам надо разобраться в четырех простых вопросах. Зачем я буду изучать эти сейчас? Почему в школе Булсановского именно так? Но ведь люди пишут, но они отвечают на этот вопрос. А вы сейчас будете, для вас будет эффект. Вы знаете что? 100, 500 процентов. Потому что здесь, на этом проекте, я с вами буду работать. А это значит, 100 процентов писать будем. Так вот, зачем вы это изучаете? Записывайте. Зачем изучать? Что изучать? Как изучать? Первый пункт вывели. Через исключение. Что изучать? Отлично вижу параметры. Проверяем себя. Чтение кода сразу, моментально. Что видите? Вот это я должен видеть в следующем задании. Что вы уже видите в этом профессиональном файле? Прямо сейчас, Римма, вам его сбрасывает. Этот файл, вы себя, должны, уже сейчас начать, как-то понимать, как вы растете. Не завтра! Римма, запомните, расти надо не завтра, каждый день должны проваливаться фишки. И тогда писать все получится. Следующий момент. Следующий момент. Так, стоп. Что я хотел делать? Теперь, типы мы зацепим, если вы видите, изучение типов первый этап, второй этап, третий этап. То есть, определитесь, с чем вы будете работать. Но я вам скажу сразу, на данный момент, строк и чисел, вам больше, чем достаточно, в функциях, когда будете работать. Потому что все остальное, вот когда на эти вопросы ответите, оно станет на места, и потом посмотрим, как изучать второй, третий, потому что там добавятся итерации серьезные. Пока вот это. Определение функций. Вот тут переходим к Мише. Вот тут, Миша, конечно, ты молодец. Ну что ж, Миша, ответ я увидел. Писать ты будешь. это сто процентов. Только, Миш, такой вопрос, что я вижу, что ты это прочитал по моей подсказке. Ты догадался. Тогда у меня к тебе очень простые вопросы. Миш, итак, первый вопрос. Зачем мы изучаем? Тоже штукать. Функции. Что изучать? Как изучать? Как это повлияет? Иными словами. Дальше ты прислал очень интересную вещь. Я ее уже добавил. Я рассказывал по этому, но разберись. Попробуй описать вот это, да? И вообще-то это определение функции. Да? Ты ее затронул. Это Дима затрагивал, ты больше никто не затрагивал пока. Ну, это круто. Ну, просто Миш, попробуй разобраться, где этот функтор. Это раз. Здесь. Так, вот эта схема относится к классам, экземплярам, методам. Ведь здесь есть этот ответ. А ты подумай. Миш, ну, ты сам залез. Ну, это очень круто. И ребятам расскажешь, да? Что это за разметка, а тут ты ее взял. В общем, покопайся. Потому что вот именно так надо смотреть документацию. Здесь написано, что питон может все. Я это в школе объяснял, но сейчас, Миш, тебе не буду рассказывать. Это надо, чтобы ты рассказал. По С++ ты тоже читаешь вещи. Просто зашел сюда, вот, Рима, Миша, да? У тебя в голове есть одно объект, да? И попытайся разобраться, что в С++ объект, где он живет, из чего состоит. Все. Больше эту книгу сейчас пока под другим углом не надо читать. Потому что вот если мы тут открываем, то смотрите, вы сейчас изучаете Рима, да? Вы сейчас изучаете параметры функций. Потому что так в школе Бовсуновского. И всем, которым отвечают на вопрос, почему мы так делаем. Большинство людей сразу идут в классы, вот это они пропускают, а потом спрашивают себя, почему мы не пишем? Я вам говорил, в магазин мы собираемся четко, берем сумку, а не кирпич. А стоп, что-то не то сказал. То-то. Сумка это объект, список это объект, а как мы можем мыслить, если мы его с программированием выкинули? В жизни у нас он есть, идем на рыбалку, берем кувалду, правильно? Отлично. Идем в магазин, выше, а вот камень или куст, вырвали куст, пошли, ура. Вот так получается программирование у сотен людей. Ведь это все объект? Ага. Вот тебе, ага. И забыли. Пошли в классы. Вопрос, когда я буду писать? Пока не изменишь подход. Вот здесь, на главной странице, все четко расписано. Изменить подход. Единственный, если неверный порядок, тогда не получится. Но всегда можно изменить, значит, получится, ребята, у всех. Рим, я еще не все сказал, но сейчас, я думаю, вполне достаточно. Вот тут находится, между вот этим и вот этим, вот тут, когда ты начнешь писать. То, что, Рим, вы начнете писать, и ты, Миша, извини, что на ты, вы молодцы, просто нравится мне. Я не сомневаюсь. Это будет, произойдет тогда, вот как у Димы, когда вот этот вопрос как-то будет ответиться. И это Дима посоветовал. Я объект всегда позже давал. Я вообще, чтобы человек начал рассматривать объект, потому что это не так просто, на самом деле. Это то, что на виду, понимаете? И это должно как произойти? Вот как у Дмитрия. Слышал, знал, видел, наконец понял. Только так. Пока я вижу, пока я вижу обычную мешанину в голове. Да, вы разобрались с параметрами. И на данный момент это что? Евтридовая геометрия. Только фрагмент. А дальше, дальше, пошла не суразица. Объект. Что перед нами? Например, есть ли цель, что перед нами уже не просто метод, а экземпляр. Ну, молодец. Вот тут уже молодец. Что сельф, это не просто слово, а это ссылка на экземпляр. Вот как сказал, правда? Правильно теперь. В питом все является объектами словари, строки, списки. Ну, а я показывал в школе вообще другое, да, это объект, но это вообще классно, на самом деле, я показывал, да. не надо сейчас думать об этом слое, потому что это заведет тупик сейчас. В зависимости от типа объекта, что делать с данным, возвращать, добавлять, вот тоже вижу, вот здесь правильно. Рим, получается сейчас тут понимаю, тут не понимаю. Все станет на места, когда вот эти вопросы, из чего стоит объект конкретно. Дальше. Дальше я сюда вот это вкладываю. То, что все видели, но никто не читает. Так, стоп. Документация. И вот эту ссылочку. Здесь все подсказки есть. Все есть подсказки. Просто кладезь какой-то, да, только читать научиться. А если с мишлем с данным соединить по функциям, то вообще здорово будет. Итак, здесь пишем. Я, знаете, что понимаю сейчас? Что будет улыбаться Дима с вами торнадо. Он же понимает, о чем я сейчас говорю. Да? Я не скажу, чтобы вы совсем не поняли. Он же понимает, что здесь написано вопрос и ответ сразу, да? Но я всегда, это мой стиль. То есть я даю задание, и всегда в нем даю ответ или подсказку на ответ. Итак, Рим и Михаил. в данном случае Михаил, да, вот это поставил. Вот это вот дело поставил он. Где это Миша? Понимаете, да, он написал доводы, но я вижу, что они не пробили пока его. Поэтому, Рим, вот это надо понять. А понять как? Надо ответить на вопрос более четче. Да? Что же общего? Этих вещи две. Две. Что общего между методами, функциями, классами, экземплярами? На это отвечали. Назвать две вещи, что общего между их две. Достаточно две. Это относится ко всем языкам. Что общего между функциями, методами? Два элемента. Два, как тут правильно сказать, элемента. и здесь же у нас мы опять берем вот этот отсюда у нас мы делаем вывод. Понимаете? Вот здесь эти слова настолько конкретны. делаем вывод, скопировали и я вам вставляю сюда. зачем изучать, а здесь мы немножко подправим. Зачем это знать, что общего, что изучать для этого, как изучать, как изучать, и здесь как это повлияет на изучение классов в языках вообще. и здесь у вас должен быть ответ тогда так последовательность изучения она должна стать очевидна. Ладно, потом поправлю некогда. Ага, вижу. Так вот, можно поступить как Сережа Филькин, когда ходил на курсы, там ему рассказывали про некие типы, зачем они ему не сказали. Но это был секрет. Фирмы, это понятно. Серьезная компания выдавая секрет, чтобы человек начал писать, это дело неблагодарное, особенно, когда они там про это сами не знают. Зачем нам это знать? что изучать? Так вот, для того, чтобы вывести последовательность и разобраться в языке буквально несколькими кликами. Иначе, если мы ответим на этот вопрос, то в принципе нам тогда надо будет вот это, и мы поймем, как это повлияет на изучение классов. То есть, иными словами, почва будет готова там, там дальше действительно пять минут надо разобраться про наследование, с которым начинают на это три минуты изучать на совершенно другого. И так будет работать любой язык, любой язык программирования будет так. Что с Типа определите сейчас? Определение функций, то, что Миши, да, и указатели C++. Вот здесь, здесь я впишу вам эту книгу, да, почитать, вы поймете, да, то есть, потом это видео дам. Разобрать указатели C++. Смотрите, я вам дал уже и ответы все, только бери и соединяй. Я потом еще доделаю, что где оно делось, и так, по сути дела, складываем у вас картинку, да, берите теперь, обсуждайте, делайте, только с кодом. Для новых людей заходим на сайт spb.tv.ru, открываем DevHackers, здесь есть там, как оплатить, начинаем с работы с гид, переходим на рэпа, здесь внизу есть ссылочка, да, где я, в принципе, записываю, с чего стартовать, также на этом сайте, на спб школе, это расширение школы, только теперь для вас программирование становится полной практикой, то есть и группа, и практика, изменение сенс, с чего начать, да, можно посмотреть, одно видео с матом, второе без, выберите сами, да, итак, Рим, вы меня поняли, то, что вы писать будете, то, что есть старания, и Миша, да, вы меня поняли, Артур, вам туда же, Саша Филипп, вам туда же, Сергей Барчик, вы поняли, да, вы тоже это сейчас делаете, я посмотрю ваше создание, но уже следующим разом, Диме, я потом отдельно, Дан, кто ребята, итак, ну что ж, все получится, работаем, работаем, Рим, ну, извини за жесткость, потому что, Кате не легче, Катерине не легче, Катюша, вообще перво проходит, но она на все вопросы, вот эти, все ответила, и уже немножко по-другому, Кот пишет, это круто, все, ребят, заканчиваю, давайте за работу, потихонечку, не спеша в своем ритме, делаем, составляем в голове, итак, Рим, ты поняла, ты можешь пойти кусками, можешь сейчас все это соединить, но я должен от тебя услышать, четкие ответы и размышления, должны полностью измениться, и плюс, вот тут, по шагам учебный процесс прочитаешь, рэп, я думаю, ты зарегила уже там, желательно с кодом, можно сюда, пока там разбираетесь, код писать, прямо сюда, либо в обсуждении, не забывайте про обсуждение, а оно, все можно обсуждать там, да, но лучше свой рэп, как я показывал, зарегить по этим урокам, где мы разбирались, прочитать, инструкция по гид, тут есть видео, да, и там, чтобы был код все-таки, все, спасибо.